Книга «Открытым оком», том 15, тема «Праздники». Вопрос 2957. «Как в вашей общине проходит праздник Крещения Господня? Такая же толкотня собирается много людей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У нас никакой праздник не влияет на установленный однажды порядок. Приходят только те, кто получил разрешение и член общины. Вот как описывают в СМИ. Кавычки открыты. Крещение без епископа Максима. Главным событием прошлой недели для всех православных стал праздник Крещения Господня. Погода 19 января стояла теплая. Посмотреть на водосвятие в полдень на речном вокзале Барнаула собралось около 3000 человек за святой водой Каордане, проруби в форме креста. Люди приходили до полуночи. Корреспонденты в кавычках «Алтай-Медио-Информ» побывали в необычном храме. Здесь крещение проходит без толпы верующих, без привычного купания в проруби и без епископа. 19 января мы посетили православную крестовозвиженскую общину. В этом году общине исполняется 15 лет. Образовал ее известный барнаульский проповедник Игнатий Лапкин. Мы подъехали к деревянной калитке одного из обычных, на первый взгляд, частных домов Барнаула. Первое, что бросается в глаза, рядом с оградой нет ни машин, ни толпы народу, ни попрошаек. Верующие приходят к восьми утра, потом калитку закрывают на засов. Игнатий Лапкин рассказывает, чужого могут просто не пустить, кавычки открыты. Прежде чем разрешить человеку посещать проповеди, мы должны узнать его, понять, что он серьезно относится к православию, что это для него не шуточки какие-то, кавычки закрыты. Сегодня рабочий день, поэтому народа будет немного, человек 30, а в выходные приходят около сотни. Дом, где собирается община, старинный, с деревянным крыльцом и резным навесом. Все женщины из общины исключительно в юбках топят. Также прихожанам нельзя пользоваться косметикой, носить серьги и другие украшения. На голове должен быть платок. Для мужчин свои правила. Обязательно рубашка на выпуск и поясок. Мужчинам строго запрещено брить бороду. Почему? Игнатий Лапкин объяснил нам, что так написано в Библии, а для православных людей она должна быть главной книгой. Сам обряд службы ничем не отличается от того, который можно наблюдать в Покровском или Никольском соборах. Священник в рясе, чтение псалмов, пение хора, причащение. Православные каноны здесь чтят особенно строго. Разговаривать здесь во время службы даже шепотом запрещено. Провинившиеся должны покинуть помещение. Для крестовозвиженцев праздник крещения очень важный. Игнатий Лапкин говорит, этот праздник первохристианский. В этот день вся в мире вода освещена, хотя вкус она вовсе и не меняет. Это сказки, что меняет вкус. Кавычки открыты. А можно ли заболеть, окунувшись сегодня в оби? Кавычки закрыты. В кавычках. А Бог его знает. Кавычки открыты. А вы сами или кто-то из вашей общины на обь пойдете окунуться в святую воду? Кавычки закрыты. Нет, не пойдем. Там на оби будет просто шоу. Сегодня вся вода святая. Что в оби, что в Барнаулке, что у вас в кране. Воду для водолятия крестовозвиженцы брали в уличной колонке. Фляги, ведра, кастрюли с водой поставили в центре главной комнаты, где проходит служба у иконостаса. Мне позволил встать вместе со всеми прихожанами. Я не раз была в православных храмах, но здесь, в маленькой комнатке, где люди стоят плечом к плечу, где вместо бетонного пола тканые цветастые половички, как у бабушки в деревне, в душе что-то меняется. Первые минут десять я вообще боялась пошевелиться. В хоре пела девушка на вид лет двадцати, моя ровесница. Я смотрю на нее и ничего не могу понять, как будто она из семнадцатого века. Мне, честно сказать, трудно представить, как она в таком виде пойдет, например, в университет или, скажем, в кино. Никакой косметики, непривычно длинная юбка, платок. Но самые чудесные здесь дети. Крохи по три-четыре годика в белоснежных платочках, расписных кафтанчиках, валеночках, похоже на настоящих ангелочках. Несмотря на возраст, ребятишки выстаивают весь молебен и уже умеют правильно креститься. А мне вот с этим было неловко. Одна из женщин показала мне, как нужно правильно держать пальцы. Здесь к молитве относятся очень строго, кавычки закрыты. Наталья Сохарева, Андрей Каспришин, фото. Страница 1.4, номер 3. 26 января, 2 февраля 2006 года. Второзаконие 4, 5-6 стихи. Вот я научил вас постановлением и законом, Как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Порой идешь и мнешь цветы бездушным каблуком, и для тебя лишь я, лишь ты, а все вокруг потом. Но смерть придет, лишь я, лишь ты раздавит каблуком, и снова расцветут цветы, а ты ничто потом. Не жаль тебя, ученый муж, хотячий сопромат. Ты людям чужд, ты Богу чужд, бездушный автомат. Мгновенно выдаешь ответ, ты на любой вопрос. Мол, вечность сказка, Бог нет, и миф Иисус Христос. И свет волна, и жизнь белок, мышление биоток, и слезы для тебя вода, а радость просто шок. Вот это да, вот это свет, вокруг тебя молва. Какой богатый интеллект, какая голова. Любовь, инстинкт, цветы, трава и воздух, кислород. Опомнись, вудр голова, пред Богом ты, урод. Ты променял лазурный край, накрашенную гарь. Ты продал душу, продал рай за свой пустой словарь. Но некто в дверь твою войдет и скажет, за тобой. И грудь твою рука сожмет, и схватит томик твой. Страницу ты перевернешь, чтоб слово посмотреть. И в страхе, в ужасе прочтешь одно лишь слово — смерть. Энн Шалатовский.